Приветствую всех и каждого уважаемого, кто решил открыть это видео. На фон не сильно обращая внимание, у меня ремонтная обстановка. А еще и телерисиант, и сегодня мы рисуем на футболке. Не на этой, потому что тут уже есть спанчбоб. Ля, какой прикольный, кстати, нашла чисто случайно. Но рисовать мы будем тоже спанчбобом, поэтому приятного просмотра. Для начала, конечно же, делаем набросок, чтобы примерно понимать, как рисовать все это добро. Ну или не это добро, хотя не в этом случае, потому что это всего лишь спанчбоб, которому я очень рада за то, что он такой спанчбоб, он простой. Хотя нужно быть на чеку, потому что иногда легкое становится самым сложным. Поэтому надо бдить, потому что выглядит он особо недоброжелательно, по крайней мере сейчас. Так что доверять ему сразу не будем. Это ты, карагуля, я спанчбоб. Вот ему доверять не будем, а Медузе почему бы и нет. Да, также у нас тут будет присутствовать госпожа Медуза. А дальше, пожалуй, моя нелюбимая часть, но без нее не обойтись. Это вырезание. Не, в каких-нибудь хорах самое то, но они здесь. Я думаю, ни один подобный персонаж так не косячит в своих злодеяниях, как я в шуру-мурок с бумагой. Еще дать листачек. Но с горем пополам я все-таки вырезала все это добро и даже оставила его со всеми конечностями. Мой нос. А это немного удивительно, но мне теперь проще жить будет. Но недолго, потому что мы идем рисовать, и это значит, что вы сейчас увидите самую гениальную, гениальную за все видео. Накладываю эту, значит, краску. Потом накладываю еще раз. Я позвонила. Потом еще. Казалось бы, а что не так? Это до меня доходит, что я не то, что не сделала белую подложку под краску, так еще и не обвела даже всего этого спанчбоба. Ну что ж, уже как есть, идем тогда обводить. Но в этом нам поможет мыло. Многофункциональная вещь, как можно понять. Можно, конечно, и мелом, и карандашом белым. Ну, зачем что-то придумать, если у меня есть мыло? Все. Я его обвела. А теперь самое время закрасить это все белым. Если что, это нужно, чтобы цветная краска была ярче. Ну, я думаю, вы понимаете. А сразу после этого, а точнее через сутки, потому что эта белая штука сохнет очень долго, как оказалось, мы, наконец-то, перейдем к оживлению вот этого призрака спанчбоба. Пожалуйста, мистер призрак Сквидварда, не сердитесь на нас. С помощью желтой краски, которую я хотела раскрасить его еще в самом-самом-самом начале. А, и тот факт, что я могла переложить эту краску обратно в банку, до меня что-то тоже дошел вообще не сразу. Поэтому половина благополучно высохла. Гениально перевожу продукты без регистрации смс, звоните. Ээээ, меня позвонить не получится, опишите. Кушать говорите? А тем временем я уже занимаюсь тенями. Значит, вот зачем мы разделились? Господин тень просто нечто! Я заблудился. Ну, это нечто же должно быть объемное, правильно? Вот только всю эту часть сделаю более оранжевым, а не серым, как в оригинале. Более красочно, более приятноглазую, менее серо. Сорян за скример. Только хотела назвать оттенок, а опять химия взбрела в голову. Да, учеба уже не за горами, к сожалению. Да или к счастью. Но у меня химии уже не будет, я свое отстрадала. Поэтому поздравляю, если вы тоже, ну и желаю удачи, если еще нет. А также удача мне разобраться с этим галстуком, потому что такой-то кошмар. Ой, еще галстук! Ну, а для него всего-то надо было оставить немного места. Но я за него вспомнила, как всегда, в последний момент. В итоге рисовала поверх всего, и оно смешивалось. Ну, а теперь сказать по правде, мне уже самой стало скучно смотреть на свой процесс, поэтому я ускорила его максимально. Ну, а дальше выйдет самое ответственное, это лицо, и я буду использовать копирку. Это такая бумага, которая копирует. Ну, я думаю, сейчас все увидите, сами поймете. Не, вообще, я еще более сложные рисунки рисовала вообще без нее, но мне просто хочется ее протестировать. Протестировала. Ну, а теперь можно вообще не париться, идти просто рисовать это все. Вон отсюда! Ну, как не париться? Чуть-чуть. Ну, а не расслабляться, самая важная часть. Вот я как раз намешала розовый, и подумала, пока он не высох, надо бы нарисовать медузу. Ну, ее я просто нарисовала уже по факту, не обводила ничего. Да, потому что что? Потому что доверяем медузе. Ничто так не внушает доверие, как большой розовый летающий пельмень. Но в эту компанию, конечно, не хватает пузырьков. Самое интересное, что я сделала именно их, а не одну важную деталь. Заметили какую? Дырочек нет. Но, поскольку я заметила это далеко не сразу, сначала покажу нечто другое. Наш обедок, уважаемый спанчбоб, прилип к досточке, которую я под эту футболку подкладывала. Вот так, сюрприз, спасибо. С одной стороны ожидаемо, с другой стороны у меня еще такого не было. Ладно, зато потом я заметила отсутствие важных деталей и пошла их дорисовывать. А, ну и камера чуть-чуть уезжала. И этого также благополучно не видела. Но самое главное, что у меня получилось его закончить. Наконец-то презентую вам результат. Ну, а на этом можно закончить. Благодарны всем за просмотр. Надеюсь, вам понравился этот спанчбоб. Ну, а я пока добавлю тут за свой инстаграм, тикток и телеграм. Заходите. Ну, а теперь точно все. Всем удачи и увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok